Словно партию шоколада, каждые 20 секунд конвейер готов выдать 30 брусков тротуарной плитки. Строительный завод работает по принципу кондитерской фабрики. В день здесь производят 30 тысяч плиток, каждая одинаковой плотности, высоты и размера. Все как положено по ГОСТу. Этого на Благовещенском заводе добиваются с помощью очень сильного пресса. Эта плитка отличает четырем основным показателям качества. Прочность, морозоустойчивость, истираемость и водопоглощение. Последний показатель должен быть минимальным. Так ли это проверим опытным путем. На свежесваренную плитку выливаем ведро воды. Материал не впитал ни капли. А это значит, что и во время осадков плитка не будет впитывать в себя влагу, а следовательно расширяться и крошиться при оттаивании. Прослужит она не меньше 10 лет. Отличительная черта современного завода и в том, что весь процесс автоматизирован. Не досыпали смесь в установку, и компьютер сразу выдает ошибку, а станок отказывается работать. Но даже несмотря на такую точность, каждое готовое изделие подвергают еще и лабораторной проверке. Берутся образцы, то есть если это плитка, берется плитка, если это бордюр выпиливается, квадрат, выпиливается и отвозится в лабораторию. То есть у нас есть своя лаборатория, они там проверяют. Я так понимаю, что все поддоны маркируются, да, каждый день там? Обязательно. Есть бумага, листок, там написана дата, номер парки. Если, возможно, будет какой-то брак, то уже потом будет легче найти. Только после тотальной проверки стройматериал развозят по объектам. Прогуляться по новенькой пешеходной дорожке уже можно на Амурской Островского. До конца октября такую плитку уложат более чем на 20 участках областного центра. В будущем вымастить ею планируют все тротуары не только в Благовещенске, но и в Свободном. Уже есть такая договоренность. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».